И тачки зарабатывать. Но Вич Геймингерами Шторм тоже все-таки не последний коллектив. И должны собраться, должны, опять же, может быть, даже сейчас разозлиться немножечко на себя самого, из-за того, что... На себя самих, получается. Из-за того, что проиграли ТНС. Из-за того, что не реализовали на все 100%. И сейчас все-таки всю свою злость, я не знаю, на Infamous попытаться вылить и выиграть эту игру. Ну, пока что пикают Тускара, пикают Вич Доктора. Персонажи появляются на сегодняшний день у нас в первый раз. Да, ну, тут смотри, начали вообще Infamous с Элдор Титана. И после этого появился на подсейв Тускар, Вич Доктора, подобрали под какую-то свою стратегию, появляется Пак. И во второй стадии, после бана Марфа, потом Ланстер, Темпларки и Медузы, появляется ДК. Тоже своеобразный герой, учитывая, что Пак-то может в Мид и не идти. И они сейчас могут увидеть какого-то другого героя, который будет хорош. Вот ЛДК, Infamous берут еще и аппарат, и вот тут у меня к ним вопрос. Да представляют ли они себе силу Элдор Титана, и представляют ли они себе связку Элдор Титана аппарата, как она работает? Может, по-моему, эти тут как раз-таки два саппорта плохо сочетаются между... Осталось десять секунд. Ну, между собой. Ну... Осталось пять секунд. Не хватает какого-то подстана, какого-то замедления, чего-то такого-то. То есть, у тебя есть два героя, и одному нужен подстан, и второму нужен подстан. Ну, или там какой-нибудь... Ну, может быть, Шика замедляющий фактор, то есть, что-то. То есть, по-хорошему, они могли бы быть самодостаточной хорошей даблой, с шедо-демоном, например, с Бейном, который вот в бане. Может быть, Кунка. Но появляется именно аппарат, который вроде бы хорош, в том плане, что-нибудь выключать зарегены всевозможные, то есть тот же Вич-Доктор не будет особо сильно работать с вторым скиллом. Но это же не единственный его скилл, это не единственная его работа, просто захиливать. Поэтому смотрится так себе, эта идея. Да, есть, есть свои проблемы, действительно, в этом пике. Ну, что-то нужно будет придумать, над чем-то нужно будет, опять же, поработать здесь, команде. Инфамус. Ну, можно придумать какого-нибудь Шейкера, например, в сложную линию. Вот о чем я говорю. Либо Шейкера в сложную линию, либо, может быть, какого-нибудь Найт Сталкера еще взять, или отправить Элдор Титана в сложную, соответственно, четверкой взять какого-то персонажа. Ну, в принципе, есть варианты. Это еще не конечное. Тут нельзя сказать, что вот прям взяли персонажей и проиграли игру. Но, конечно, Вич Геймин Джерми Шторм может самых таких сочных, самых приятных персонажей здесь поднабанить. Осталось 5 секунд. Хотя на 5-й пик, наверное, открывать не стоит. Вот сейчас уже, наверное, стоит взять персонажей, которые будут как-то комбинироваться либо с Элдор Титаном. Хотя бы одного, потому что у них вот есть связка с Ультимейта Пака на будущее. Вот появляется Хаус Найт. То есть образовалась Дабла аппарат Хаус, Соло Элдор Титан, Соло Пак, и нужен будет герой. Я думаю, что в легкую линию, если Дабла пойдет в центр против ДК, вот они хорошо простоят. Пак, теперь сложный, я в Даргетта бегает, развлекается. И Ласт Герой. В легкую. Для информации надо кого-то забанить. Забанить герой, который будет хорошей против Фивера, хорошей против ДК. Ну, кто это может быть? Может быть, какой-нибудь... Ну, даже не знаю. Получается, либо четвертая позиция, либо в сложную линию им нужен герой. В такой ситуации. Ну, может быть, все-таки тот же самый Шейкер. Все-таки под Стана мало не бывает, и в этом пике дополнительный контроль какой-то не помешает. Правда, проблема в том, что нет никаких суммонов. Осталось 5 секунд. Ну, это не суперхороший пик, то есть не суперхорошо будет смотреться против персонажей вещегами Джерми Шторм. Ну, или какой-то другой, я не знаю, контроль. Все-таки против Вивера. Желательно ОЕ Станы здесь на какие-то взять. Мы выбрали бы трейлера. Так, ну, ждем, смотрим, кто появится. Да, есть еще время. У Инфамус, у них есть дополнительная минута. Они могут сейчас перебрать большое количество вариантов и выбрать для себя лучший. А Вич и Гиминджерами Шторм уже будет отталкиваться от пика команды Инфамус и выберут того персонажа, который им будет больше по душе против этой пятерки. Соответственно, у них есть небольшое преимущество. На самом деле, вот в Best of 1 сериях как раз-таки ферст пик, ну, выбора ферст пика и стороны, он решает. Если в Best of 3, это не так существенно получается, потому что ты, получается, играешь сначала с ферст пиком, потом, опять же, со вторым пиком и... Ну да, это может быть по ситуации смотрят, что хорошо или что плохо получается и могут идти чем-то удивить. А здесь вот например, ласпику выгодишь Шторм. И может видеться, что угодно и как угодно, и они могут получить лишние очки, просто потому что у них ласпик. Да, да. Ну, монетку подбрасывают, вроде как здесь никакой другой системы не имеется. Хотя есть там варианты, например, сделать систему с количеством матчей, сыгранных, с количеством матчей выигранных, я не знаю, какое-то преимущество сдавать аутсайдерам, но это, конечно, Снайпер. Интересный пик, очень интересный. Маловато контроля у Инфамус. Есть такое. Ну, у них хорошая дабла, получается, хаос-аппарат. У них есть хороший тимфайт. Очень хороший пак, элдеристан, два сильных ультимейта. Опять же, я пока вот до 16, 18, 20 дк не вижу героя, который бы разбивал прямо хаос-найта, который мог бы оказать ему сопротивление. Опять же, если у хаоса будет много вещей, он сам от ВДК на раз-два посчитает. И нужен герой, который будет добираться до снайпера. То есть много всего я бы переводил Вивера в сложную линию, например, с Тускаром, чтобы они вдвоем стояли, и добирал бы еще одного героя в Леху, который бы давал сплэш-дэмэдж, который бы добирался до снайпера. Пока что есть, конечно, чем добираться до снайпера здесь в этой ситуации. То есть Вивер, конечно, может добираться. Вивер может добираться, но это маловато, ему тяжело. Ты вот пока бежишь, у тебя 4 героя, которые очень сильно мешают это делать. И Сентри работают против него, так что здесь будут явно с этим какие-то проблемы. Ну, Тускарь, конечно, может попытаться выцепить, но как-то закинуть. Тоже так, Света, вкатываешься, Элдер Титан, аппарат, ПАК. Все они в этот, вовкатку могут дать рассказ. Все же еще один герой появляется шторм. Это уже хорошо. Причем я допускаю, что это будет шторм. Так, куда это шторм? Секунду, секунду. Шторм на мидл-линию. ДК сложная, да, получается, так? ДК сложная. ДК сложная. Просто я думал, что было бы неплохо, шторма в легкую ставишь, он там фармит, на шмотках он очень сильно он выигрывает. И можно было бы так сделать, поставить ДК так же мид, виверов сложный, и все было бы замечательно. Но пока, если вот они не будут ничего менять и не будет каких-то свапов, а вот на тех же позициях, в которых эти игроки играли в прошлую игру, и вот сейчас, то получается, что ДК сложная. Да, ну, плюс пика команды. Имус это то, что есть большое количество дэмэджа под Дримкойл, то есть снайпер будет со стороны где-то там настреливать, если по двоим, по троим Дримкойл залетит, то там и с молнией может очень немало дэмэджа налететь. И, в принципе, снайпер, конечно, это герой, который весьма-весьма неплохой ДПС имеет. И райт-кликом все-таки будет здесь разваливать как минимум суппортов очень быстро. Ну, и по Шторм Спириту тоже может настрелять, если вдруг Шторма как-то наконтролить. Да, Шторма здесь вообще есть много чем взрывать. То-то самое, как его снайд, может попытаться его выцепить и там уже под минус армором весьма немало дэмэджа нанести. В общем, есть, есть чем убивать, есть чем драться команде Инфамус. Так что здесь я бы не сказал, что есть какой-то аутпик со стороны одной или другой команды. Пики более-менее равные. Там у одних лучше подать что-то одно заточено, у других лучше подать что-то другое. И будем смотреть, все будет решать исполнение. В такой игре. Ну, в принципе, можно сказать, что и в прошлой игре все исполнение решало. Исполнение это всегда решает, но в некоторых случаях, конечно, просто есть какая-то конкретная задача, которую команда должна преследовать до какой-то конкретной минуты. Например, за первую ночь дать возможность ставить сталкеру немало убийств делать, как в прошлой карте. Например, это было для команды Тен-Си. А здесь нету прям каких-то таких дедлайнов, каких-то вот очевидных моментов, очевидных задач. Разве что левел Хаус Найта все-таки 20-25. У него есть инвиз, его просто так не взять, а вот все остальные, они тоже же здесь, и кучу у нас. Драка будет? Они сейчас облдерстану с улсом, он пошел по пятерым иллюзий, просто вот он бежит, сейчас у него будет 52 по 75. С таким же драться ты не хочешь. Да, это больно. Это больно, у него еще и ботинок. Да, их вытягивает Вич-доктор, это вторая шапнель. Да, заберут. Больно. Очень больно прилетает. Должен погибать. Пытается кутеревержить, но в итоге Фрестбат еще и для снайпера, для него это очень хороший размен. Зачем забегает еще и Снайкинг ворует одну руну, пытается терять IT, и аппарат хорошо блочит, притяжка, минус армор пошел. Дракона, это должны забрать здесь также. Очень хороший начат для Инфамос. Ну, по руну в итоге что у нас вышло? Один к трем, но два фрага. Там, неплохо получилось. Один к трем получается все-таки для кого, а для БГЖ. В пользу они взяли больше. Ну, два фрага, мне кажется, чуть побольше тебе дают. Чуть-чуть больше, потому что за фраги Икспа идет. Икспа это важно. Икспа, и сперсблата, там опять же тебе золото прилетело немало. В итоге Инфамос, конечно, с небольшим преимуществом начинает эту карту. Да, и увидев, какая ситуация у них в бот-линии, они решили сделать свап, и Виверн отправляется в бот. Но тут все зависит ряд шторма, как он стоит, как он начнет подключаться, смогут ли против него бороться, и как будут оказывать поддержку снайперу или шторму с аппаратой четвертой-пятой позиции. Потому что я вижу, что Элертон мог бы уже прийти, могут что-то поделать, но пока этим он не занимается, просто хочет вывести крипов. Отправляю также на верхнюю линию Каласнайта, ему будет здесь чуть более все-таки приятно фармить, без всяких виберов. Против ДК стоять тоже очень удобно и легко. Скофилд очень далеко заходит, но у него есть телепорт, он в любой момент может сделать раскастовать все-таки свой свиток и улететь либо на какой-нибудь тирадин тап, на другую линию переместиться, либо просто обратно вернуться и экспирианс пополучать. Здесь пришел еще немного Шторма Спирита пытается поднабить, но теперь уже маны нету, теперь уже проблемы, потому что прокастовал он все-таки своего духа, но Астрал Спирит все же его здесь так сказать не погубит в такой ситуации. Просел, правда, очень сильно Скофилд и пока что пользы от его вот этих перемещений практически никакой нет. Так, Dragon Knight остается отводы все-таки заруинить. Ну, правильное дело будет отводить сейчас крипов еще и под тавр, так что, в принципе, здесь уж Шторм. Вишгеймин Джерми Шторм Снейкинга могут быть проблемки из-за того, что он довольно жирный. У него сейчас еще второй DragonBlood взят. Он только хабаригенится еще очень сильно. Восьмеру даже без тангуса имеет. Ты его вроде пробиваешь, съел танго и крипов вывел и в итоге вернется к следующей наборе щипов уже на фу-хп. Чаще на самом деле вот скофилд зря так далеко зашел, он все еще первый левый его что-то мог забереть. Его забирают и ДК сейчас может потянуться у него же есть Бриспайер или ЧТ-Вичдоктор тоже здесь пошла баночка. Там, кстати, будет новая закрывашка совсем скоро. Ну и тут надо Требор читать или сейчас или никогда. Пока что станет нечем. Под вышку забежит. Уйдет, уйдет он с ботинком. Он на тапке бежит, на тапке у него хорошо получается. И выйдет еще Айс Шарт и в итоге телепорт все-таки делает. Да. Зашел там чуть ли уже не на базу оппонента. Телепорт, конечно, прокастовать все же смог. Ну, на самом деле это отвлекает внимание саппортов в данном случае саппортов команды Вичигейм Джерми Шторм на себя. И приходится им того же самого вивера, например, оставлять на линии одного, давать возможность паку все-таки здесь немного подфармить, потому что у пака здесь была печальная ситуация абсолютно. Девять крипов сейчас будет добитых. Там стоял проехал на снайпера. Смог атак, оставится вард. Его не видно. Сандрея тут нет. И можно было выйти, аппарат ответным смоугангом выходит. И вот они друг друга находят на руне. Дабл дамэдж для флина. Да, она добавл дамэдж забирает. Тут, скорее, должны аппараты добирать. Operation под ледикшеном в итоге убийство для Станкинга. Но Станкинг тоже отправляется в таверну. Тем не менее, здесь кофе он не отправляется. Через 20 секунд телепорт. Где он так бегал, развлекался. Он все может улететь, если вдруг что-нибудь. Причем и хастом есть, если что, его раскастуют, телепорт свой прокинет. Так, а в топе, смотри, закрывает. Хаус Найт топориком прогрызается и в итоге выживает. Интересные, конечно, новости. Все вот так вот сумбурно бегают, никто и ни на кого не нападает. И, похоже, что игра у нас с тобой уйдет далеко за мидгейм. По такому началу. То есть, нет какого-то глобального преимущества ни в одной из команд. Да, вот это вот интересная игра, действительно, потому что постоянно вот эти вот мувы от Элдор Титана, да, постоянно какие-то все-таки попытки выхода, попытки смоука. Очень агрессивно пытаются играть что одни, что другие, но в итоге в некоторых случаях убить не получается, потому что персонажи достаточно толстые, там и выйдящие, что у одних, что у других. Но все же счет 1-3, то есть 4 убийства на пятой минуте имеется и, как мы видим, все-таки траки и этот раз продолжаются. В этот раз уже полностью закрывают, сейчас будет сан, маледикты должны так, его снайд, конечно. Должны здесь умереть, маледикшн на него бесит. Крой-то как должен на первый маледикшн, и так, но хватает. Да, нужно хватить. Мангер, что имеется. Регенится и в итоге минус все тангусы. Стоило здесь рассчитать, что у них. Еще выход на аппарата. Аппарат сейчас тоже заберут, но в это время соло снайпер делает фраг на шторме. Курьер, здравствуйте, курьеров все-таки подсвимили. Фли здесь остался, Фли пытается допиться флаской. Скофилд пытается дальше Фли все-таки убить. Фли в итоге отправляет, отправляется в лес. Он пока что остается в живых. Котор Хаяма дерется с Драгонайтом. Последняя тычка, хватает последней тычки. В итоге минус один и смог все-таки улететь отсюда Тускар. Так что 3-5 становится счет. Ну и Шторм Спирита да, действительно убивали. Так, ну и снайпер Попита возвращается уже на линию, отпился, так понимаю, Шрайном. Нет, Шрайном не отпился, все у него и так было нормально. Руна регенерации есть на боте и сейчас было бы неплохо, конечно, тому же самому Шторму ее заиметь. Может быть, даже попытаться подраться, взлететь в того же самого снайпера и его убить, но с другой стороны опять же там Шрапнель очень неплохо весь этот триген может сбить, даже если Шторм будет там все тычки пытаться и выйдет. Вот Шторм в такой ситуации будет разгоняться на самом-то деле весьма неплохо, конечно, нету там какой-нибудь СМ-ки, которая могла бы его еще сильнее пробустить, но фарм в этом патче ну явно Шторм Спириту сделали более приятным за счет таланта плюс 80 к урону от статкремнанта леса очень приятно фармить, можно будет даже стаки поделся. Многие даже стали раскачиваться, четыре упоры на ремнанта вместо оверлорда, который раньше максился обязательным, потому что очень дорого стало летать до покупки Каи, до нахождения аркан руны. Вообще, местами игра на Шторме напоминает рулетку, ты идешь на руны, ищешь просто аркан. Нашел, победил, не нашел, ждешь следующую. Но пока вынужден он уходить в лес, есть элеген, может себе позволить протредировать хп маном, потому что в центре у него были проблемы, он соло уберет снайпера, и в итоге отсветит от него довольно серьезно по деньгам, и даже немного по левну. Ну и что, багаж продолжает фармить лес, тем временем руны пытаются забирать Элдер Титан, вторую руну он не заберет уже явно, получает станчик, получает мальдикшен, и должен Элдер Титан здесь, конечно, догорать. Да, отправили в таверну Скофилда очередной раз, вичи гемиджерами, все же здесь за такие ошибки не отпускают. Но Элдер Титан слишком перенаглел, действительно, но вот если вначале он мог себе позволить такие мувы совершать, там, бегать под вражеский Тритритавр, то сейчас уже этого сделать как-никак нельзя. Это слишком сложно, слишком сложно каким-то образом на Элдер Титане выжить уже против двоих вражеских саппортов, которые по левлу его обгоняют. Уже и по левлу обгоняют, опять же, там и Маледикшен, я так понимаю, есть какого уровня, в двоечку Маледикшен, в двоечку Каски, ну, действительно, там, шансов Элдер Титану оставить каких-то будет сложно. Да, тут пытаются Драгонайт убивать дальше, Драгонайт, могут быть проблемы, пытаются кастовать телепорт, не хватает мана у Кэлл Снайта на то, чтобы дать стан, не решил он прожимать стики, а если прожал, то, наверное, тоже бы не хватило, да, не хватило бы. И убивают еще на мидл-линии Шторм Спирита, тем не менее, забирают в ответ все-таки снайпера Стэн Кинг. Снайперы очень много в этой игре делают, то, чего обычно снайпер не может делать, потому что, вот каким макаром можно убить Шторма, когда у него есть мана? Ну, он это делает. Так, Вибер. Несет себя Аквилу только лишь сейчас. У Кэйпи здесь не самая приятная ситуация была на линии, но, тем не менее, третий Нетферс на карте, первый Нетферс в своей команде. Не так у него все хорошо, как у Каус Найта, который еще там героев убивал, но все равно фармить ему дают возможность. Катараха Яма, конечно, здесь уже имеет одно убийство и два асиста, но Вибер, с другой стороны, все-таки не умирал еще ни разу. Так, тут Драгонайт раскистывал форму, пытается пробивать вышку. Здесь Элдор Титан, если вдруг что, готов на него все-таки прокинуть свой эхо-стомп, но нет. Подсевить, на самом деле, тяжело. Так вот, ты вроде можешь его прокинуть, но есть Тусер, который может легко и просто заебетить. Вот там я могу дав сноубол, и потом еще доехав в атаку. Ну и такая в итоге с сложной линией очень даже недурно себя чувствует. Посмотреть, она постоянно напрягает этого Хаус Найта. Видит перетяжку от Пака и должен уходить. Все команды надо бежать. Хотя Пак сюда почему-то приехал очень лох и поп посмотри на него 200 хп. Да, он там от мира просто. Успел пробить. Да, и сейчас как бы вот этот вот Пак здесь и не остался. Да, вкатывается в него Тускар и забирают. Да, есть, конечно, Дримкоил, но под Дримкоил уже демо же никакого внести не получится. В итоге здесь четвером игроки команды Вич и Гейминджерами Шторма уже готовы ломать Тир-1 Тавр. Могут бы пытаться еще кого-то найти. Там того же самого Скофилда, но слишком далеко он находится. Станкинг, правда, пытается зайти уже. Есть Сноубол по Элдор Титан. Элдор Титана закорили и должны убить. Должны убить. Очень много минус армора. Кейпи. Там уже 10-й лево появился на Бёрн с удара, поэтому очень больно залетает по Скофилду. Ну и Жуки его доели, или Самбовир его добил. Из вариантов было выжить и ДК даже без формы забирает сейчас первый тавр в топе. Ну и пытается Инфамус здесь также забирать тир-1 тавр на нижней линии, потому что есть возможность, потому что снайпер там опять же уже настреливает за рейнджой этого тавра абсолютно спокойно и снайперс я сразу же делаю форстап. Вот просто первым делом после... А пока что получает Маледикшн, получает шторма на лицо и минус его друг и минус сам снайпер. Ой-ой-ой, очень больно влетел Рио. Да, что боль. И он влетел очень больно и все-таки Вич Доктер этой каской. Потому что стоит в катапурте и два героя там хочешь-не хочешь. От катапурта в катапурта но не отлетит. Смотри, курьер еще, которому можно было бы попытаться Рио забрать, но слишком далеко. Слишком мало маны. Но перетянулся ДК, у которого уже откуда он из формы, и он начинает заплевывать второй тавр. И... ВГДжей. Хотят заработать много денег за счет именно сноса этих тавров и дать доп под фарму себе и саппортом. Вот доп под фарм очень хорош для Шторм Спирита в данной ситуации. То есть он разгоняется быстрее. Чем быстрее разгонится Шторм, тем быстрее команда Вич Гейминг Джерми Шторм все-таки начнет очень хорошо драться. Шторм для Джерми Шторм. Слишком много штормов. У них слишком много кингов и слишком много штормов. Именно так. Сегодня у нас день просто каких-то говорящих названий команд. Одна и та же команда причем. Руинят все, что могут. Им бы еще Верескинга брать в каждой катке просто, потому что они могут. Когда вот были вместо Аленса, но это Хантер. Рейскинг, Садкинг. Шторм. Шторм Кинг. Вот такой герой срочно нужен для этой команды. Ну и пока что в бой. Тебе, смотрите, на пак с Эльгеном пытается наглеть, мажет Сайленсом, что он просто улетает и все. Никакой дороги не будет. Причем видишь, он даже замаксил Сайленс приоритетом над Арбой, что в целом правильно. И в центре нападения на Элдора и его забирают. Так вот, замаксил Сайленс вместо Арбы и вот мог бы дать с трехсекундный дизейбл шторма, там, ультимейт подставить, что-то сделать, но просто промазал. Все. Нет шторма? Нет. Нет сенсы? Нет убийства шторма. А табор падает в Сайленс. На кипи. Его все-таки забрал. Пак здесь также откинул. Все-таки по паку минус армором, но в итоге этого убить не получится. На Вард пришел снайпер, и сейчас его здесь будут заферовать, но он успел дособрать себе форстаф и поэтому выживает. Можно будет сразу все Хурикен Пайк доделать, а после этого дальше уже может быть все-таки какие-то молнии в этой ситуации. Хотя с другой стороны. молнии нужны даже раньше. Хурикен Пайк, он дает доп. прейнджу атаки за довольно дорого и дает не так много статов, как хотелось бы. Раньше давал он куда больше и приятным было его собирать. А сейчас у него проблема в том, что он не фармит уже какое-то время. То есть он бы шел тот тир один по фарму, теперь он уже четвертый. Сильно, причем он отстает и от Хаоса, и от Вивера. И сейв собрал, можно теперь собираться на фарму с какой-то молнией. Может быть, может быть, какой-то сильный таргет дэмэдж. Знаешь, там какой-то дизолю изжахнуть, просто потому, что он может. Либо дальше какой-то под сейв, но не Дрэнлайнс. Пока что тир 2 тавр. Будут пытаться вичи гейминжер миджторм забирать, параюзали глипы, Просто у них нет ДК и они ломают явно медленнее. Да, ну пока что так получается, соответственно. Киос Найт здесь ультимативно свой не прокастовал, хотя... Хотя, погоди, прокастовал. Не прокастовал, да, иллюзии только что погибли. Окей. Тир 2 тавр тоже сломан, и они могут переехать задефать. Но решили этого не делать, и хотят выйти в драку в центр. Ну, задефать они скорее не могли. Они могли защитять заранее телепорт, они же 2-2 героя оттянули сразу. А, ну да, да. Делать и будут сейчас драться за тавра т2 в центре. То есть они сюда пришли, парни, вам в размер выйти уже негде, давайте мы будем сейчас здесь сломать, у вас еще топ горит, надо пролетать, они рассчитывают, что они герои будут в топе, и здесь кто-то будет дефать, они этого кого-то сейчас поймают и убьют. Но видят, что пришел пак, закинул арбу, видят, что туда пошел дух Аверстана и думают, что их видят, поэтому отходят. Ну и Chaos Knight пытается все-таки подфармливать здесь достаточно неплохо, правда, ну, только лишь армлет пока что у него имеется, после чего он собирает себя потихонечку уже далее. А что он себе собирает с Quater Staff что он собирает? Саблю, получается, собирает? Да, саблю собирает, Стэн Кинг, могут быть проблемы, поймали на него в Dream Coil, ну и ультимейт пака на одного лишь саброта пятой позиции проюзан, с другой стороны получается забирать. Сделали фраг около вышки, попробовать ее забрать, но тут пошел отспан, жуки пошел отспан в виде шардов. Ну, опасно, что он спалит. и любовь тяжеловато дальше его кушать. Вот, Сторм сейчас может просто уже до крипов внизу зайти в боковую лавку, сделать телепорт на мидл и попытаться там хорошо подраться. Вечдоктор уже возродится, и Тиродин Тавр в принципе опасно здесь убить, опасно убивать, опасно пытаться на него заходить, но наверняка и Инфумас сейчас просто отойдут в такой ситуации, или же просто Попита будет где-нибудь со стороны стоять и пытаться все-таки демэж по этому Тавру наносить. как бы не подставиться в этой ситуации. Ну, Шторм не летит. Шторм решил просто забрать там еще рунку, забрать вторую рунку и в итоге продолжает разгоняться. Хочет как можно скорее сделать себе бластол в этой игре. Ну, эдакий спейс все-таки от команды Вича Геймин Джерми Шторм для Шторм Спирита в этой ситуации. Да, там отдали Тавр, но все равно этот Тавр, конечно, Инфумас забрали бы намного быстрее, если бы не было туда каких-то стяжек от Вича Геймин Джерми Шторм. Да, ну и отправляется на поиски. Приключения, в общем, посмотри, насколько нагло стоит Вивер, у него же все обваржено. Сейвпоинт, фармить вражеские цены, никого сюда не пускает, это как собака на сене. Сам не фармит. И другим не дает. Да, пластол на книце-таки появляется. Для Рьо. Да, ну, смотри, Вивер с Диффузами довольно нагло зашел, не заводил станы, сейчас сможет здесь подмерзнуть. И затертимать, чтобы этого не случилось, и выживает. А в это время вырыв в боте. Шторм спилиться. Он самонадеянно зашел сюда. Тускар, он как бы один, его не поддержали, его продали. Там шторм улетел, в принципе, это самое главное. Шторм не поставлен. Ну, и вы не заделете, вот стоунок. Ну, нужно будет сейчас, ну, вот он, кстати говоря, делает себе сразу, я так понимаю, да, он доделает себе ПТ-шку, делает себе Орчет, но здесь нужно что-то с Саллисом делать, потому что Пак все-таки будет очень больно ему делать в этой ситуации. Тут снайпера выцепил. Шторм спирит, как раз-таки получается его забрать вместе со снайкингом. Трагонайт, конечно, использует свою форму первого уровня на 11-м левле. Это не очень приятно, но, с другой стороны, все-таки убийство снайпера это очень-очень важно в данной ситуации, потому что снайпер это герой, который действительно очень неплохо разгоняется. Так, тут Пак еще пытается сденать сапкрипов. Да, сденайл сапкрипов, там еще Вичдоктор все-таки свою палку поставил, но палка не настреляла. Конечно, там раз в год и палка стреляет, но в этот раз не получилось. Да почаще, почаще. Всего 80 секунд туда. Но Пак зря умер. Лишним был этот фит, потому что перед этим умер снайпер, в итоге у тебя два кора погибает на пустом месте, а вражеские коры фармят. И вот, открываем нетерс и видим в топ-5 довольно плотное наставание снайпера от всех и хорошую позицию и у шторма, и у Вивера. Вивера такой очень нагло стоит и вот его не наказывают за вот это передвижение под вражеским бывшим Т2 уже довольно долгое время. Там здесь есть сам три Варда, он об этом знает, он его пытается отбегать. Стэнкинг пришел опять же до Варда. У них здесь стоял Вард свой, его сломали, по-другому, что не знают, что тут центряк. И дабл дэмэдж находят для Вивера. Тоже приятно, что он играет за Балком, постоянно спамит скиллами и подбирая его, он ТОС, или подбирая руны, вот он. Можете позволить нападать на Рошана. Соло. По дабл дэмэджам вместе с Сторм Спиритом. Вардов здесь не имеется. Это очень нагло, ему сейчас надо будет ультануть, чтобы передавить все хп. Или урны попросить. У него боттл есть, Рьюа сюда приходит. Но на самом деле Аегис для Шторм Спирита здесь будет очень кстати, если получится все-таки этого Рошана забрать, если сейчас быстро не приметет туда команда Инфумус. Ну, я думаю, они даже не подозревают об этом. Это вот такой неожиданный Рошан и спонтанный, просто выпал дабл дэмэдж, поэтому давайте пойдем. Обычно так команды не делают, и... Они даже не заварделись, они настройство страха риск, заходили и... окупилось, сработало. Знаешь, такое ощущение, что это не спонтанное решение, это действительно готовая такая стратегия от ВЧ-гейминджера Мишторм, потому что на Шторм Спирита не стали сразу же покупать Юл. Он решил себе сделать то, что... спонтанный Рошан. Да, 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 и... вот было бы нелогично немного не собирать этот Юл, если бы не было Аегис, потому что, да, то есть... Рио все-таки есть чем-то сплять Я уверен, что он не планирует Юл попасть в этой игре вообще. Вообще, да, думаешь, ну... Да, то есть... Ну это такой артефакт для Шторма. Он ему не то, чтобы вообще хоть когда-то нужен. Ну, сбивать с себя Сайленс в некоторых ситуациях. Лучше ВКБ, это же ДМЖ-дилер. Ну, ВКБшка, да. Юля, ты не наносишь. Заедет. Окей, окей. Согласен с тобой. Но, с другой стороны, все равно сейчас подраться ВЧ-гейминджерами смогут очень хорошо с этим Айгисом. Определенно. Шторм может себе позволить лететь на Фуллмана, потом так же спокойно улететь, если убьет кого-нибудь Пак, например, за этот рассказ. Но, опять же, у них этот Айгис довольно долгое время будет, и они могут так же, вот как они фармили до этого, продолжать фармить и доформить полезные артефакты на ДК, БКБ, Арчит, на Шторма, на Вивера, там тоже у него 3 800, я уверен, что-то докупит. Например, то же самое БКБ. Вот когда это все появится, они тогда и пойдут. КБ на Вивера уже готова. ДК тоже в процессе дофарма, после Шедоу Блэйда у него почти готов. И на День Шторм там летает и развлекается. Но ему тяжело убивать сняперу, и того, тоже появился Шедоу Блэйд. Нужен Вижн какой-то. Да, ну вот Килл Снайт какой-то получается не настолько активный, как я видел его в последних. Чего, он купил Даггер? Вроде бы может, вот сейчас, смотри, ультит. Ах нету. Убрывается. И как же хорош. Поражался. БКБшку, конечно, неприятно, что сначала нажал ультимейт, чтобы все заявить. на ДК на ДК на Харту любят. То есть, он понимал, что у него кулдаун инвиза и нажал ультимейт. Прочитал, среагировал, успел. хорошее решение, действительно, на Виверя. Собрать Блэккинг Бар, Элдер Титан отправляться в таверну. Это будет стоить Т2 тавора где-то по боту. А это, наверное, последний внешний тавор, все остальное уже было снесено. И под, опять же, Аэгис, под эти вот готовые арчиды, под БКБшки, можно будет отправиться и на Хайграут. Да, это АС-Бласт. Не очень, не очень. Но, это АС-Бласт здесь ничего не даст. То есть, да, там, по сути, убили, наверное, пару крипов, не все крипов в итоге убили. Попали по Виверу, Вивер просто отрегенится сейчас абсолютно спокойно от этого всего, в конце концов, фурну попросит. И все же будет жить. Тут сбивают АИС, а Штармспириту влетает на развороте. Тускар, Тускар забирает все-таки снайпера. Врывается очередной раз Штармспириту уже после АИСа. Кейлос Найт отправляет с автаверну дальше летать. Штарм просто очень много маны тратит, но хватает дэмэджей для того, чтобы убить еще одного персонажа, убивая Толдер Титана. Пак, единственный персонаж, который выживает в этом файте из команды Инфомос, он просто улетел к себе на базу. Причем он это сделан на лоу-хп, поэтому не может сразу отправиться отпушивать бота, и за это ДК успел почти добить Тавер. Я думаю, он останется и добьет его. А Снейкинг не боится. Снейкинг сейчас просто отрегенится дальше под своей пассивой, если вдруг что у него есть, еще и Суллинг, который он проюзает, сможет выдать стан по этому паку и возможно даже убить. Ну, без формы, конечно, это будет сделать сложно, придется просить помощи у своих формейтов. У него есть шторм, который может прилететь, у которого есть Сайленс. И 18 зарядов. То есть он не умирал, зарабатывал. И Кай тоже будет скоро готова. А Кай сильно бустит шторма, за счет понижения стоимости с пылом. И летает он прямо на ура. Ну и, кстати, сломанный Т3 Тауэр, значит, можно и Шрайны поломать, тоже лишний день и на всю команду. Да, Драгонайт. Этим он занимается. Ну, сейчас на него попытаться выйти. Есть смол. У него БКБ готово. Он его уже принес, они про это знают. В общем, Валев хороший позитий находится. Да, всех светанул. И поскольку он был сверху, его не находят. А просветки еще проюзали, он прекрасно понял, что произошло, потому что на него вдруг просветки попали абсолютно неожиданно. Как ты, да, стоишь в лесу. Ну, у него гриппы были в центре, они тоже должны были сестянуть аппарат, а показать его. Ну, подумали, что Вивер может быть где-то там рядышком. Да, и там Пака подвязали у него, куда он? Да, Ир выходит на рве, уходите, он уходит на рве прямо в ДК. Стам получает, очень неприятно. Немало дэмэджа влетело к нему от Штормспирита. Есть, конечно, разлом, но разлом не такой-то уж и сильный. В итоге выходит, Штормспирита подправляется в таверну, теряет заряд Бластона, работает палка, палка стреляет, стреляет по Элдер Титану, а Элдер Титан все же не умирает, слишком толстым оказался. Ну и... Там он попит и небольшие проблемы, пытается сделать тэп-аут, и... Да, не хватит урона, он выживет. Да, в итоге... Да, Скофилд находит Хасун, он тут уже резко со Шторм. Срочно нужны заряды, поэтому шансов выжить никаких. Ну что у нас получается? Два в три. Не так и плохо. Снайпер настрелял, свое дело сделал, два фрага получил. Ну вот сейчас уже будет доделать за себя потихонечку Хрикен Пайк, мол, не стал вообще делать в этой игре. Решил сделать себе Шедоублейд. Конечно, Шедоублейд это хороший вариант, то есть ты, да, ты будешь дольше жить, но проблема в том, что тебя в любом случае могут по-другому убить, тебя могут просветить. И пока что получается это делать в некоторых ситуациях. Правда, в последнее время все-таки снайпер живет, он делает паут, но четыре смерти у него имеется, и с этим особо-таки ничего не поделаешь. Как-никак тут дополнительный какой-то эскейп. Вот Хрикен Пайк. Пайк обрывается в топ-шторм просто на полманы, стирает его через Сайвен. И 50 секунд его не будет на карте. Да, ну и восстановился заряд Бладстоуна, между прочим, Шторм Спирит, он умер в прошлом файте, в итоге там чуть ли не отрегенились все его тиммейты, на самом деле получилось очень даже неплохо, и вот сейчас у него все те же самые 14 зарядов в Бладстоуне. Этого вполне хватает для того, чтобы спокойно фармить лес, для того, чтобы дальше опять же в файте все-таки наносить немало демежа с помощью своего ультимейта, просто влетая на баллайтинге. Ну, конечно, хочется цеплять снайпера сразу же этим Шторм Спиритом, но не всегда это получается, потому что по позиционке все-таки у Инфамус не так и плохо все, да. Да, 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 снайпер стоит в спине. И проблема в том, что если он где-то все-таки ошибается, то скаюль может стереться секунду, поэтому тут нельзя отначить прям вот на совсем фуллмана влетать. Но ничего, ничего видели вот сейчас героя и врывается в этот фармсайт, отлетает и знает теперь, что потрачено было ультимативной способности. И главное, не подставиться под его стан с даггера. Ну, пытается пока что развести, ведет троих, точнее, своих иллюзий из себя настоящего. Рядом Элдер Титан пытается распространять разлом. Разлом в итоге будет только лишь по одному Драгоннайту и тот под БКБшкой врывается на вещдоктора Кэлл Снайт. Кэлл Снайт отправляет его в таверну. Правда, иллюзии он все уже потерял, что он перед тем временем разбирается с Папитой. Шнайпер, большие проблемы влетают от Шарды, а из Шарды не попадают, но все-таки Шторм разобрался с ним. Один в три размен и нет ультимейта у Кэлл Снайта еще в 80 секунд, так что можно будет зайти на хигграунд абсолютно спокойно, ибо Кэлл Снайт это не проблема. Без фантазма, без иллюзий все-таки он ничего сделать не сможет. Ну, вот он, пик команды Вичи Гейми Джереми. Они расправляются с иллюзиями очень быстро, что Шторм опять же там очень неплохо поднакосил в начале эти иллюзии, как только они появились со своего стати Кремнанта с талантом плюс 80 к урону, что Драгонайт просто там пару тычек выдал и иллюзии с фантазма испарились достаточно быстро. Так, там даже Шторм здесь просто ставят в свое время, ты уже был фантазмом убиваясь. Слишком мало хп пока. Не хватает хода. Ну, наверное, Тараска не хватает. Тараска не хватает и не факт, что она появится вообще в этой игре. Да-да, пока Монта Стайл планируется. Ну, такое ощущение, что может и Монта Стайл не появится. Хотя Монта Стайл конечно должен уже появиться достаточно скоро. Достаточно немного золота все-таки остается до него, но нету одной стороны у Инфамос и если сейчас еще раз ошибиться, если возможно отдать какого-то Рошана, Рошан, кстати говоря, стоит на месте и можно будет его забирать, то может упасть и вторая сторона и третья сторона, а там уже и до окончания этой игры недалеко. Шторм Спирит продолжает фармить заряды Бласттоуна. Не хватило чуть-чуть урона, 28 хп осталось. Да, немного не рассчитал. Еще бы одну тычку и все было бы хорошо, но побоялся Шторм там уже. Коснайд все-таки был рядом, готов был кастовать свой Реальти Рифт, был готов закидывать стан и Шторм решил сыграть более осторожно, хотя мог и выйдеть это все дело дальше таким же образом, как и выйдет это в первый раз, но не получилось. Не получилось убить. Сколько у него сейчас зарядов? 17 зарядов Бласттоуна, очень даже немало. Хороший реген, 55, опять же, скоро будет Жишива готова. Они отправляются в Сулон к атаку и любой фраг приведет покупки артефакта, но вот сканируют они совершенно не в той области, где находится противник. Оккупировал свою базу, сидит там. Да, ну, зажатый уже нахиграун. Ну, ДК бегает по центре, вот сейчас он должен это понимать, потому что поставили свой центре, как видит вражеский. Ну, на самом деле, есть форма, есть абсолютно все для того, чтобы зайти на Рошана сейчас у команды Вичи Гейминджерами Шторм, но они боятся. Боятся Дримкола, боятся Айс Бласта, который может спокойно туда залететь. Ну, и того же самого ультимейта от Элдор Титана. Мерсплиттер тоже весьма-весьма неплохо может драку зарешать. Если его хорошо прокастовать, мы уже видели, по сути, одну такую драку, когда Шторм Спирит, по-моему, второй раз за эту игру умер. Верится с трудом, что они что-то смогут. Пошла перетяжка уже в сторону Рошана. Даже не я его сейчас чекну. Опять же, провардили, везде поставили свой вижен, проверили в вражеский. Все готово, пошел Сигил. Немного напрягают Хаоса и вырывается, что она фуллману, стирает одного героя сразу второго. Просто иллюзии разлетелись от Келос Найта. Келос Найт 55 секунд в таверне, еще 2 минут не будет у него фантазма. Это хайграун. Еще надо было отзабирать. Мид совсем, лайтовый барак остался. Да, ломают. Ломают абсолютно все, могут заходить на Тир-4 и просто заканчивают эту игру. Ну, будут в итоге все-таки, наверное, сейчас на нижней линии. Немного. Как обычно, Верочку забираешь до барака, опять же, крипы в сентре. Пока есть, бэкдора не будет, а если нейтрализировать центр ломать, то крипы в сентре. Смотри, все равно закончились. Что тебе уходить? Вырывается Шторм, очень, раз, в соло. Стирает Пака. Ну, здесь со Снейкингом, с Шедл Блейда, все получается, комбинировать. Ну и все, ломают, ломают третью сторону. Такое ощущение, что прямо сейчас эта игра закончится. Ну, действительно, игра должна заканчиваться. 22 тысячи преимущества за командой Вичи Геймин Джерми Шторм. Инфамус абсолютно ничего не могут им противопоставить с этим пиком. Ну и вот Келос Найта законтрили все-таки Вичи Геймин Джерми Шторм. говорит Папита, или в этой игры прямо сразу выходит также аппарат. С чем мы их и поздравляем. Да, Вичи Геймин Джерми Шторм выигрывают для себя второе БС-то Ф1-противостояние за сегодняшний день, и в итоге у них уже имеются два очка. Так что ситуация не самая для них печальная. А вот Инфамус не победили еще абсолютно никого. Сыграли три БС-то Ф1-1, и все три БС-то Ф1-противостояния они проиграли. Ну что ж, наша с тобой смена подходит к концу. На этот раз сейчас мы будем уходить на паузу, и нас заменят уже другие комментаторы. Вот на параллельных же на первом канале сейчас происходит еще некоторый интересный матч.